Обещанного три года ждут. Это применимо, например, к ларьку на проспекте текстильщиков, который закрывает водителям обзор пешеходного перехода и делает его опасным. До него никак не дойдут руки ни у чиновников, ни у инспекторов. А вот здесь, на улице Суворова, знаки устанавливают и убирают по требованию. По требованию сотрудников Ленинского РУВД. Изначально пешеходного перехода здесь не было, да и конструктивно он не предусмотрен. Зато был знак «Остановка запрещена». Вот этот знак, да, вот был проект, его составляли неглупые люди, да, то есть составляла тогда МАДО под представителем Борцова, да. Этот знак там присутствовал. И там, наоборот, не должно было находиться пешеходного перехода. Его себе выпросили сотрудники, да, чтобы бегать из одного помещения в другое. Знак «Остановка запрещена» делал переход безопасным. Но тогда сотрудникам и посетителям негде было оставлять транспорт. Приходилось нарушать ПДД, тем самым оскверняя честь мундира. И через некоторое время знак, как по волшебству, исчез. Вместе с участниками автомобильного движения «Смотра Иванова» проводим эксперимент. Это наш подопытный Гоша. Задача перевести его через дорогу, в то время как другой участник опыта на микроавтобусе будет приближаться к переходу с разрешенной здесь скоростью 40 км в час. Я считаю, что знак, запрещающий остановку, здесь нужен. Мы сегодня наглядным примером показали это, а водителям реально не видно пешехода до последнего момента, особенно ночью. На наш вопрос, почему убрали знак, в городской администрации ответили – на то была воля ГИБДД. Сначала знак был также поставлен по предписанию ГИБДД, чтобы предотвратить стоянку посторонних транспортных средств непосредственно у здания в Ленинске РОВД на улице Колотилова-Сворово. Прошло некоторое время, те же самые органы госавтоинспекции приняли решение этот знак убрать. Также по предписанию ГИБДД мы этот знак убрали для того, чтобы исполнить требования государственного стандарта по размещению данных дорожных знаков, поскольку нет ведомственной разделенности между остановкой транспорта, принадлежащего органам внутренних дел, и других ведомств или частных лиц. В ГИБДД же отвечают, что лишь выдают предписания, которые носят по большей части рекомендательный характер. Так что не виноват никто. А между тем здесь участились случаи наездов на детей. Водители из-за припаркованных авто, которых не должно здесь быть, не видят маленьких пешеходов, спешащих домой по переходу, который тоже здесь не нужен. Зато люди в погонах довольны. Наталья Романова, Андрей Смиволков, Денис Денисов, РТВ Иванова.